Военкомат вместе с полицией поймали, получила повестку, пришлось ехать. Военкомат вылавливает всех людей призывного возраста или тех, кто служил, и они вылавливают и отправляют участие. Повестку все равно уже дали с полицией, куда я, против полиции я же ничего не могу сделать. Инструктаж проводили там по медицине, по мерам безопасности проводили инструктаж. Виртуальный тир там был, что на компьютерах играли, что стреляют виртуальные игры. Мы в тире стреляли. Вообще нас не готовили. Там сержанты были, офицеров толком не было. Был полковник, но он утром приехал, посмотрел, что все на месте и уехал. Я в части просидел 4 месяца, и потом вот это меня сюда перевели, 2 недели я здесь. Ну, на позиции, да, 2 недели. Получил осколковое ранение, и плюс я слышал, что за лесом была машина, и, мол, говорила сдаваться в плен. Ну, и мы решили пойти в лес, ну, через лес, и как раз встретили российских солдат, и мы сдались в плен. Чтобы увидели у нас солдат российский, мы бросили автомат, и лягли на землю. Они сказали, ну, если вы сейчас сдадитесь, нормально, все, ну, вас никто не будет трогать. Если вы все, это, ладно, сделайте, как мы с вами скажем. Я заметил хорошее отношение. Здесь, ну, относятся хорошо. И плохого я здесь ничего не могу сказать, потому что они к нам отнеслись хорошо. Не так, как наше правительство к нам относятся. Какого ваша отношения выздать, у нас? Ну, никакого. Был клоуном, теперь президент и пошел. Хотелось бы, чтобы меня обменяли, и забыть вот это все, как страшный сон, и выкинуть той военник, чтобы меня в военкомат не нашел вообще никакой жизни.